Гитлеровский прихвостин Гарегин Нжде формировал не только легионы в составе вермахта, истреблявшие русских, евреев и другие национальности, он был также убийцей и предателем. В данном видеоролике мы приведем неопровержимые факты, которые покажут, как Нжде убивал армян и русских, а в следующих частях расскажем о том, как и почему, прежде всего, сами армяне ненавидели Гарегина Нжде, кого и почему он предал, трусливо спасаясь от тюремной жизни. Но обо всем по порядку. Как и ожидалось, в России началась травля. Травля от депутата городской думы города Армавир Алексея Виноградова из-за того, что он закрасил черной краской изображение Нжде, изображенного на доске, которое поставлено на территории армянской церкви. Разумеется, все это происходит с подачи Союза Армян России, которую возглавляет Ара Абрамян. Горе ученый. Директор Израильского института стран Восточной Европы и СНГ Александр Цинкер. Защищая наследие Нжде и выступая против действий армавирского депутата Виноградова, Цинкер выдавил из себя следующее. Война с памятниками – дикость, вандализм и трусость. Не важно, где это происходит. С историей нельзя воевать. В разных странах ставят памятники людям, которые прославили свое государство или народ, живущий в этом районе. Воевать можно только на уровне открытой исторической дискуссии, а не с памятниками. Да, с памятниками воевать нельзя. И это в первую очередь относится к армянам, которые разрушили все исторические памятники в оккупированном азербайджанском Карабахе. А во-вторых, в мировой борьбе против героизации нацизма в первых рядах выступает именно Израиль. Так что же случилось? А точнее, что же заставило господина Цинкера защищать наследие нациста Нжде? Для еврея защищать Нжде – это то же самое, что защитить от сноса памятник архитектору окончательного решения еврейского вопроса Альфреду Эйхману, поставленному в Израиле или где-нибудь еще в мире. Кстати, этого самого Эйхмана спустя десятилетия после войны израильские спецслужбы выкрали из Южной Америки, привезли в Израиль, там осудили, потом сожгли, а пепел развеяли в нейтральных водах, чтобы земля не пропиталась духом фашиста. Получается, с точки зрения Цинкера евреи – это вандалы. Александр Цинкер, не затруднивший себя хотя бы поверхностным изучением истории Нжде, не смог выдержать натиска запаха армянских долларов и поддержал наследие нацистского прихвостня, тем самым предав еврейский народ и его борьбу с ненацизмом. Как говорится, оказал медвежью услугу. То же самое относится и к депутатам Госдумы России Затулину, Шерину и Милонову, которые назвали поступок Виноградова актом вандализма против памятника. Выделяющийся своей непомерной любовью к армянским националистам Константин Затулин вдобавок сказал, Нжде действительно вступил в определенного рода отношения с Германией, но то, что ему приписывают – полная ерунда. Нжде никакого отношения к формированию воинских частей вермахта не имел. А теперь господин Затулин, Шерин, Милонов и вам подобные. Посмотрите на это фото и если вы считаете, что наследие Нжде – это не нацизм, встаньте в той же позе «Хайль» и поприветствуйте кого-нибудь из своих коллег, особенно тех, которые из Коммунистической партии России и своих ветеранов, которые воевали против фашизма. А для Затулина, который под действием армянского самогона не краснее обманывает свой же народ и называет полной ерундой факты о Горегине и Нжде, будут интересны следующие сведения. Есть такая книга «Горегин Нжде и КГБ». Написал его полковник в отставке Вачей Авсипян, который еще в молодости, будучи капитаном советских спецслужб, имел возможность пообщаться с предателем, которому дали 25 лет тюрьмы за свои фашистские деяния. Авсипян не скрывает симпатий к Нжде и пишет, что симпатизировал втайне и тогда, что для офицера советских спецслужб также являлось не иначе, как предательством высшей степени. Так вот, в этой книге приводятся протоколы допросов лиц армянской национальности, которые не скрывают своей неприязни к личности Нжде. Итак, из протокола допроса свидетеля Джанунца Авага Татвосовича от 17 сентября 1947 года. В течение декабря 1920 года и января 1921 года по приказанию Нжде были брошены в Татевское ущелье 263 русских, подчеркиваю, русских красногвардейцев, из которых часть были сброшены в ущелье живыми, а остальные после расстрела. Это могут подтверждить Тавмасьян Арутюн, член ВКПБ, работает в Министерстве пищевой промышленности. В этот период он находился в Татеве. Хуршудян Асатур, член ВКПБ, работает заместителем председателя Верховного суда Армянской ССР. Хуршудян Аршак, уроженец села Шинар Горийского района. Мне известны также следующие факты. В декабре 1920 года в Капане на рудниках по приказанию Нжде были утоплены в глубоких ямах, заполненных водой, много революционеров армян и красногвардейцев. Этот факт лично мной был проверен. Далее, в конце ноября месяца 1920 года в Горисе Нжде захватил в плен секретаря Горийского горкома партии Сейли, который в детстве учился вместе с Нжде. После полуторамесячного тюремного заключения Нжде приказал своему помощнику Герасиму Атаджаняну расстрелять Сейли. Это приказание Нжде было немедленно выполнено Атаджаняном. Этот факт могут подтвердить упомянутые выше Мартирасян Арташес и Мартирасян Мартик. Сейли был мною найден в подвале здания, где он был расстрелян. В марте месяца 1921 года по приказанию Нжде были расстреляны Отец коммуниста Тевоса Шахназаряна Севи Шахназарян и коммунист Ведонос Аганжанян. Об этом знают и могут подтвердить Хайлунц Арсен Арутюнович и Асатурян Матевос Хачатурович. Эти факты были доказаны следствием и пишет об этом не кто-нибудь, а полковник в отставке Ваче Автепян, который очень любил и очень уважал Нжде. А теперь, господа Затулин, Шерин, Милонов и вам подобные, каково ваше отношение к зверскому убийству коррегинам Нжде русских красногвардейцев? Продолжаем. Из протокола допроса свидетеля Джанунца Авага Татевосовича. Далее, в 1920 году Нжде организовал и совместно с Дро Канаяном руководил грабежом более 100 азербайджанских сел Кубатлинского района. После грабежа эти села были сожжены Нжде и Дро. Из этих сел наиболее крупными являлись Шорнухи и другие. Перед своим бегством в Персию Нжде приказал конфисковать имущество семей всех коммунистов в Зангизуре, что и было выполнено его подчиненным. Потом к коррегинам Нжде было предъявлено показание свидетеля Хайлунца. Там говорится. В конце 1920 года и начале 1921 годов в Татевском монастыре, где находился штаб Нжде, под руководством последнего были уничтожены путем расстрела и сбрасывания живым с скалы в ложбину более 400 красноармейцев, русских, коммунистов и революционно настроенных крестьян и рабочих армян. В июле 1921 года, то есть после установления советской власти в Зангизуре и ликвидации Дашнакской армии, я был назначен секретарем райкома партии Татевского участка, то есть участкового комитета. Под моим личным руководством были подобраны трупы убитых и похоронены. По приблизительным расчетам трупов было установлено около 400. В уголовном деле, заведенном на Горигина Тер-Арутюняна, то есть НЖД, свидетельских показаний по этому эпизоду много и во всех них доказывается непосредственная вина бывшего Спарапета. Вот еще одна. Из протокола допроса свидетеля Паруняна Асатура Аветисовича от 22 сентября 1947 года. В 1921 году, когда я сидел в Татевском монастыре, со мной сидело 23 человека, из которых 7 красноармейцев русских, я и остальные коммунисты армении. Из 23 человек 15 было расстреляно, сброшено с Татевской скалы в Ложбину, а 8 человек, в том числе и я, освобождены. Из расстрелянных я помню имена Александра из села Сисиан, Кастанда из села Шенуайр, Ивана Маркаряна из села Карашен. Имена остальных я не помню. Должен сказать, что 7 красноармейцев русских все до единого были расстреляны. Вопрос. Почему приказанию были расстреляны указанные вами 15 человек? Ответ. Непосредственно расстрелами руководил Хмбопет Курт Ефрем, а приказы о расстрелах исходили от Спарапета, то есть НЖД. Вопрос. Еще какие факты расстрела в Татеве вам известны? Ответ. Во время последнего отступления Дашнаков из Еревана в 1921 году Дашнаки привезли в Татев арестованных коммунистов. Около 500 человек должны были расстрелять. Это приказание НЖД было отменено Рубен Пашой. Из 500 человек было расстреляно в Татеве около 40 человек. Вопрос. Всего сколько человек было убито в Татеве в 1921 году Дашнаками? Ответ. По распоряжению Спарапета НЖД в Татеве было убито около 400 человек коммунистов и красноармейцев. Вопрос. Может быть были не только красноармейцы и коммунисты армяне, а среди них находились и турки? Ответ. Нет, среди убитых не было ни одного турка. Все убитые в Татеве были красноармейцы и коммунисты. Вопрос. Откуда вам об этом известно? Ответ. Охранявшие нас, мобилизованные в Дашнакскую армию, крестьяне выражали недовольство в адрес командования Дашнаков, мол, последние совершают преступления, убивая армян. Эти крестьяне нам рассказывали о событиях, происходивших в Татеве. Вопрос. Какие еще убийства коммунистов в Зангизури вам известны? Ответ. По распоряжению НЖД в 1921 году в Гарисе были убиты десятки коммунистов. Из них один был мой одноцельчанин Аракел Максудян. Мне об этом стало известно, когда я сидел в Гарисской тюрьме. Этот факт могут подтверждить Джанунц Авак, Газирян Его, член ВКБ, проживает в Ереване и другие. Мне известны также факты убийства коммунистов в Ханзареске, три человека, в Карашене, Арзумане на Хазара, в селе Алгулишен, два человека и других селах. Эти убийства совершались сведомо НЖД, а непосредственным исполнителем являлся капитан Амирджанов, один из помощников НЖД. НЖД вначале все отрицал, но уже потом, поняв, что все неоспоримые доказательства и улики указывают на него, как на преступника, НЖД использовал следующий прием. Смотрите, что он говорит. Считаю, что, возможно, свидетели Хайлунц и Джанунц имеют в виду расстрелянных и сброшенных с Татевской скалы около 200 турок из отряда Завал-Паше, которых советская власть использовала против нас. Вы обратили внимание на слово «возможно»? Именно оно раскрывает истинную суть Карегина НЖД. В эпизоде со сброшенными со скалы русскими красногвардейцами, расстрелянными армянскими рабочими и крестьянами, НЖД оказался в матовом положении. И тогда он решил представить свои страшные преступления против русских и армян как борьбу с турками. Таким образом, Карегин НЖД, прикрываясь ширмой под названием «Освободительная борьба против турецкого Ига», безуспешно пытается оправдать свои зверства против русских и армян, не говоря уже о грабеже и сожжении более ста сел в Губадле. Однако история не знает турецкого командира по имени Завал-Паша. Такого человека и, соответственно, турецкого отряда под его командованием просто не существовало в природе. Это всего лишь очередная выдумка НЖД. Вот вам и герой в кавычках. Ну как, господа Затулин, Шерин, Милонов и вам подобные. Назовите теперь героем того, кто живьем сбросил около 400 человек в ущелье и добавьте для разнообразия тот факт, что эти люди по национальности были русскими. Продолжайте называть хладнокровного убийцу ваших соотечественников героем. Может, от этого карманы ваших штанов еще больше наполнятся армянскими долларами, но перед русским народом вы такие же убийцы, как и НЖД. Армянские националисты не любят говорить об этом факте, а вы, разинув свои рты, слушаете всякие сказки о каком-то идеале по имени НЖД. А главное, вы эти небылицы суете своим гражданам и заставляете их верить в эту ложь. Но это не все. В следующей части мы представим неоспоримые факты о том, как Гарегин НЖД сотрудничал с гитлеровским режимом, поставлял им офицеров армянской национальности, а также предавал своих же армян. Гарегин НЖД сотрудничал с гитлером армянской национальности, а также предавал своих же армян. Продолжение следует...